Ветераны московского района города над Бугом вниманием не обделены. Их регулярно приглашают выступать в учебные заведения района. Для этих людей почтенного возраста организуются встречи, особенно в преддверии знаковых дат, таких как 9 мая, когда бойцы Великого фронта собираются вместе и вспоминают военные лихолетия, жалеют, что не всегда могут присутствовать на парадах и митингах. Парадах 9 мая уже здоровые не позволяют парадах принимать, но всегда бываю на крепости, всегда я бываю. На автобусы нас привозят. Там городской совет ветеранов организует автобус, ну и туда нас приглашают, чтобы они уже ехали туда. А идти от Советской улицы и до... уже трудновато трехи. Я с ранеными была. Раненых уже часть отправили за линию фронта, а часть, которая еще могла как-то двигаться, была со мной. И они только меня «доктор, доктор, доктор, доктор». А я повернусь, буду доктором. И они только доктором меня включали. А этому доктору 15 еще не было. В этом году в преддверии Дня Победы руководитель администрации Московского района Александр Рогачук совершил совместно с ветеранами экскурсию по новым объектам города над Бугом. Главными точками маршрута были новый поселок Стимово, куда в скором времени будет ходить троллейбус, территория у авторынка, где через несколько лет появится православная церковь, новые дома в микрорайоне Вулька. Такие поездки представители администрации Московского района будут организовывать и дальше в знак уважения к ветеранам, которые подарили современному поколению возможность развиваться и строить на территории своего города новые успешные предприятия и тем самым формировать имидж успешности. «Сегодняшняя наша поездка с ветеранами по нашему Московскому району, по воинской части, имеет большое значение. Большое психологическое для них, прежде всего, это им немножко еще капелька здоровья, это им хорошие эмоции. Большое значение для нас, потому что нам важно сохранить преемственность, ведь фундамент, на котором мы стоим, делали они». Одним из пунктов предпраздничной поездки стало посещение 115-го зенитно-ракетного полка, где для ветеранов была проведена экскурсия и продемонстрировано современное вооружение белорусской армии. 115-й зенитно-ракетный полк – это подразделение, которое оберегает Беларусь на самых подступах. В задачи военнослужащих входит противовоздушная оборона войсковых соединений и частей во всех видах боевых действий. Ветераны смогли лично убедиться в том, что сегодня «Синеокая» находится под надежной защитой. «Это как бы такая хорошая, добрая традиция уже сложилась. Мы рассказываем ветеранам, что мы делаем для того, чтобы во всем мире был мир. Ветераны делятся какими-то своими впечатлениями, видят, что мы не бездельничаем, видим, что мы находимся на своем месте. И нам приятно, и им, я думаю, тоже не менее приятно». В Бресте и в Московском районе, в частности, к ветеранам Великой Отечественной всегда было и будет особенное отношение, потому что этим людям современники обязаны мирным небом над головой. «Очень важно, чтобы после 9 мая эту работу нам продолжать. Очень важно, чтобы эти люди, заслуженные люди, чувствовали свою востребованность, чувствовали внимание, даже уже не только со стороны власти, а со стороны каждого человека, каждого жителя города Бреста». Анастасия Назрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.